Ну что, начинается очень уютный домашний влог, наверное, самый уютный и самый домашний на моем канале. За всю историю. Здравствуйте. На подоконнике стоит, что-то смешное. Мы впервые за два года приехали, получается, ко мне домой на север. За заботой и любовью наших родителей. Нет! Вот тут вот этот молодой человечек просто не хочет, чтобы я начинала что-либо говорить и снимать. Подустали мы от городской суеты и решили мы приехать ко мне в поселок. Но это уже не поселок, это вообще уже считается микрорайон другого города. Поэтому здесь так все сильно поменялось, настолько все начали расстраивать, что как будто бы я уже не к себе приехала, а в какую-то совершенно другую местность. И вот только милые стены напоминают мне о том, что было. Кстати, можете заметить, я жила и живу прямо напротив вокзала, а то есть напротив железной дороги. А то есть по ночам я слышу... Представляете, за ночь не высохли штанишки Сэммика, и вот что нам приходится делать. Конечно, очень узкие кровати, мы не знаем, как мы будем спать здесь все вместе, с учетом того, что... Кушай, кушай, зайка. Было бы прикольно, если бы сюда еще что-то выклалось. Ну типа... Перекладина. Как в автобусе. На стол? Лыжи. Вы видите, мы качаем его на подушках, поэтому для нас это прям проблема. Кто делится с папой? На самом деле, я думал, будет просторнее, но очень тесно, очень мало места реально. Ну ничего страшного. Да, с ног, скажи привет, по вашей ручкой. По вашей ручке привет скажи. Привет! Ура, привет! Все. Молодец, вместе выполнено. Да, наш обед, кстати. Да, вот хлебушек с сырком, пожалуйста. Дошрайк. Отбивные вот мы селены. Картошечку. Яички. Яички, хлебушек. Короче, забыли помидоры, огурцы, майонез. Сейчас нам в Тюмени бабушка Ленкину привезет. Будем кушать. Но, но, руки жирные, пожалуйста, не трогай. Слава богу. Ого, представляете, мы смогли включить телевизор, и тут сразу мультики, он самошок просто. Да, тягусенька наша. Неожиданная ситуация, да, произошла? В общем, мы, конечно, не включаем мультики. Мы взяли с собой книжку. Очень классная книга. Правда, написано, что до одного года, но что-то меняться, конечно, нет. Тут очень много слов, очень много цветов. Вот так она выглядит. И здесь прям и стихи, и различные там покажи то, покажи это. И вот такие вот всякие картиночки. Впрочем, классная книжка. Это номер один занятий, чем мы занимаемся в поезде. Стенек уже обляпал все с зеркальца здесь, да, сынок? Котик, мяу. Сам начал кипишевает, говорит, на, папа, на, хочет с папой. Ну ладно. Как вам фонд? Супер классный. Рекламируй свой дом. Короче, друзья, мы собираемся сейчас в город, потому что нам нужно сделать документы. Я же здесь прописана. И вот наша задача отсюда выписаться, вписаться к Валерию в Сауду. Потому что мы бездомные бомжи. И думать дальше о своем же жилье, конечно же. Нет, почему? Мы сейчас едем фамилию менять твою. У тебя выбор, ты пришли, материнский капитал пришел на фамину. А надо на Слезевич поменять. Вот мы сейчас этим едем заниматься, и в налоговую. Всем привет. Мы пошли на автобус. Итак, что мы имеем? За нашими выплатами мы так и не разобрались. Зато мы входили на патент. Для чего нужен патент? Что за образовательная деятельность от меня. А у Леры сейчас упрощенная система налогообложения. То есть с каждого прихода денег она обладает 6% налоги. А патент нужен, чтобы единоразово заплатить какую-то там определенную сумму. Допустим, 20 тысяч рублей. Ну, либо 10. Не важно, ну там, не знаю, как это рассчитывается. Вот ты ее платишь один раз в год и больше не платишь налоги. То есть патент классная тема. Ну и что, мы быстренько забежали перекусить. И уже помчили домой, потому что меняется сбор. Сэмик наш уже проснулся 100%. Я сказала, что шоколадный молочный коктейль. Живем? Прекрасно. А я морс. Мы покушаем и быстрее, быстрее на такси. Давай чуть-чуть. Кстати, мы не на автобусе ехали. Расскажи историю. А, мы, кстати, ехали на автобусе, нас подвезли на покупки. И мы ничего не заплатили. Нам с нами идут. Отсюда. И все. Такие добрые люди здесь. В общем, 5 минут. Реально. Ну, 6, может быть, 7. Мы сели два круга пиццы. У Леры есть, короче, привычка. Она в конце съедает корочки отдельно. Что ты берешь? Я не съедаю корочки. Вот оставляют, в общем, себе корочки. А потом макают их в соус и ест. Он просто придумал какую-то выдуманную историю. Причем какую-то, видимо, другую Леру. Я просто не ем корочки. Ну, почему? Не нравится. Мне правда. У них нет ничего. Я не знаю. На самом деле, время так медленно идет. Я думал, уже вечер и спать-то уложить. Но прошло только 3 часа. И я хрен знает, как долго мы будем ехать. Потому что что-то все затягивается и затягивается. Тебе 32 часа там или сколько их будет? Просто невероятные. Да, привет, сынок. Ты куда хочешь? Не, мы уже непонятно. Ты куда хочешь идти? Он туда и сюда. Ты банан будешь или нет? Ты к папе хочешь? Идешь к папе? Ты застрял, что ли? Ну, давай, я достану. Вот мы и поменялись местами. Да, да. У нас вот так 3 часа проходит. По 2 минуты. Сыночек, как дела? Нормально, нормально, нереально. Да что же ты делаешь? Ты его пока гравитация вот эта вот. Поездная. Уже непонятно. Да. Он такой типа чего? Встал, сел, пополз. Не понимает пока что. Удивляется всему. У-у-у, там деревья. У-у, это вот что поезд? Пап, что-то делает? Сделать? Или еще чуть надо дадут? Да, по-моему, все. Сколько тебе годиков, Саймон? Сколько тебе годиков? Один. Жовка маленькая. Валера впервые готовит завтрак здесь за все время. А ты сам, сколько готовила? Я не готовила. Окей. Спасибо родителям. Они дали невероятный нам отдых, потому что работы было безумно много. А они очень счастливы, что к ним приехал внук. Часто нам готовили блинчики, сырнички и так далее. И я не знаю уже, сколько я набрала. Мне самой даже очень интересно. Вместе с вами встанем на весы. Надеюсь, это не сильно огромнейшая цифра. Мы впервые приехали так за долгое время, потому что очень сильно боялись ехать на поезд. И вы, наконец-то, можете посмотреть, как мы добрались. Но это был, конечно, квест. Доброе утро. У нас, смотрите, какой прекраснейший, прекраснейший завтрак поездной, можно так сказать. Да, шарак, помидорки, яйца. Просто нереальный вид из окна. Мы как будто, знаете, на каком-то лакшери в отпуске. Там, наверное, нефть не бывает. Сэмик ест пирог. Бабушка нам вчера передала. Мы виделись с бабушкой на остановке. И она передала нам шарлотку. Потому что он здесь, в поезде, почему-то вообще мало что ест из нормальной такой более-менее еды. Ему хочется всякую фигню. Поэтому я ему тут чуть-чуть яичка. Здесь немножко картошки. Вот пирог, наконец-то, ест. Без сахара, без всяких примесей. Поэтому суперклассно. Мое любимое слово. Суперклассно, в принципе. Блин, вид, конечно, посмотрю. Покажите. Покажите. Очень красивый. Как дела у тебя? Вкусно? Давай, кушай. Даем на весы. Но они вот тут, вы знаете, они как будто бы преувеличивают немножечко. У меня дома изначально меньше тоже покатывалось. Ну вот, вам здравствуйте. Уже 8 килограмм плюсов. Ну как, не 8, 7. Тем не менее. Куда ты меня закрываешь? Открой меня, Саймон. Сейчас закрой, ты будешь плакать. А что это мы тут делаем? Омлет, получается. А делаешь бутерброди с маслом и сыром? Пожалуйста. Этот человечек ходит такой смешной. Ему здесь так нравится, потому что полы дома мягкие. Мы сейчас поедем домой обратно. И, ну, наверное, будет очень сложно, потому что у нас дома очень твердые полы. Вот так это падал, плакал, и сейчас он... Сейчас идем на риск. Анна приклипла, пока я тебя ждал. Анна приклипла. Страшно, если честно? Это ж не блин. Мама тебя убьет. Переворачивай. Ну, в принципе, я вам скажу, у него получилось. Сейчас-то перевернулось, просто ранее перевернулось. Короче, я маме постоянно дарю какие-то масочки. И знаете, что я поняла? Это женщина почти ничего не использует. Посмотрите-ка, сколько здесь масок лежит. Всяких разных классных. Думаю, ну ладно, буду использовать я. Вот у нас сегодня утро вот такое. Просто мои штаны уже просто, посмотрите, где лежат. Не спали максимально, потому что молодой человек ходит и вот так вот делает постоянно. Я с собой взяла энзимную пудру. Энзимную. Вот такой вот тоник для лица. Вот такой вот крем для лица. Забыла свою малашку от косметики. И вот взяла ту, которую дарила маме от Эфраше. Она в виде крема. Очень необычно, непривычно. Но, в принципе, смывает неплохо. Я даже удивлена. Для тела у меня вот такое кокосовое масло. Есть еще масло какао. И все, кажется, больше ничего не брала. Мы в Сургуте хотели выйти пройтись по городу, потому что мы стоим час двадцать. В итоге выхода просто нет. Чтобы выйти, нужно миллион лет идти. Не самая удобная остановка, конечно. Че, пойдемте? Погуляем по остановке. В любом случае погуляем по остановке. Опять же. Мы пришли к тете моей, дяде моему. У Сэма тут вообще эмоций просто невероятное количество. Мой любимейший Темочка. Крестник. Прекраснейший малыш. Посмотрите, сколько игрушек мы сегодня подарили ему. Конструктор, да? Лего это так называется? И он уже, смотрите, сколько собрал. Покажи, Тема. Че ты тут сделал? Это что? Это стойка, откуда прыгают, да? Это... А это... А это... Аэропорт. А это... Аэропорт. А саму ракету ты собирал? Или еще не успел? Он готов. И все. И все. И все. И все. Не надо. Ааа. А это... А это... И это... Могонем. А там... Где даже... Это таз. Тема, тебе нужно открыть свой блог. Просто... Молодец. У Сэма шок. Сколько игрушек. Сколько всего. Тут еще всякие огонечки мерцают. Ого. Ничего себе. Сэмон. Не надо все... Аккуратно. Господи. У Сэма иногда бывает кинуть что-нибудь. Разбросать. Посмотрите, какой красивый стол у нас сегодня будет. Бутерброд. Еще некрасивый. Еще некрасивый. Тут будет тоже красиво очень. Посмотрите, это огромнейший салат, в котором мы сидим. Обязательно. Посмотрите, какой попугайчик. Привет. Лимончик. Это лимончик. Валера почему-то называет его желток. Он постоянно путает. Но это лимон. Лимончик. Кстати, в Екатеринбурге он был куплен и везен в поезде двое суток. О, мама с папой пришли. Привет. Привет. Сел не на руку. Я тут работаю в гостях. Пришли в поезде. Дыхает ее семья. Это наш первый год. Мне глаз что-то попало. Нет, что не могу. Сегодня последний день был у дяди Леринова, Жень и ее папы. В школе на работе. На работе. И они... А пуска, можно сказать, начались. Да. Так что у нас праздничный улья. Кстати, у ребят, знаете, кто еще есть? Еще есть кот, есть рыбки и есть еще собака. Это помимо того, что у них еще два детей. Да, все на то. Пусинка, ты что ешь? Картошечку? Ты картошечку ешь? Вкусно тебе? Ну, ты главный поделишься? С папой ты поделишься, нет? Я русалка. Почему? Смотри. Валера. Я русалка. Значит, запасы уже кончаются из еды. Если честно, мы вот съели уже пюрешки. Уже даже купили шоколадку. В общем, короче, самое вредное питание в моей жизни, которое может быть, это оно проходит всегда в поезде. Я, знаете, реально, в обычной жизни уже много лет не ем майонез. Стараюсь не есть ничего, в чем есть там какие-то ешки и так далее. За исключением сладкого, например, какого-то. Но, опять же, я даже шоколадки особо не ем. Если я что-то из сладкого ем, то это обычно торты. А тут вон что получается. Что я уже шоколадки и пюрешки и все на свете, короче, поела. Хочу вам показать, какой кофе я взяла с собой. У подруги на день рождения пила. Это три пакеты. Мне показалось так прикольно, что в дороге это очень будет удобно, потому что здесь реально очень вкусный кофе. И он прям, как, знаете, нормальный кофе из кофейни. Только ты можешь заварить его себе, например, в поезде. Вот такая вот поездная романтика у нас с этим дриппакетом. Мне кажется, очень классно и удобно. Если вы не знали, то вот. Интересненько. Стоит он порядка от 60 до 80 рублей. Посмотрите, какой Оксана накрылась в стол. У нас как будто день рождения. Праздник невероятный на самом-то деле. Вот интересный факт о моей семье. В принципе, такие столы в нашей семье норма. А если это день рождения, Новый год, то таких четыре обычно стола. Поэтому у нас всегда там, кто присутствует на наших днях рождения, всегда удивляются, как много мы обычно готовим. Будь и божечки, любовь. Я с Амикой даю картошку и салатик. У нас тут заключительный ужин поезда. Лерка щупает малыша. Маленький, как дела? Вот это еще один малыш. Уже. Сейчас будем кушать. Вот он, каша стоит у него. Сейчас мы покушаем. Мы берем вот такие вот каши. Ему частный завтрак от Гербер. Ну, конечно, они еще в картонной коробке. И вот в дорогу тоже взяли. Ну, внутри, как обычная рассыпная каша с разными вкусами. У него состав хороший. И ему нравится. Нам осталось ехать три часа. Мы опять с, собственно, книжкой. Чем занять ребенка? Чем занять ребенка, да. Трет глазки, а как будто спать хочет. Но он еще не хочет. Самик не доел, он с каши, которую рекламировал Лера. Потому что он перекусывал там пирожком, палочками, что-то еще кушал. Давай, важную новость. Давайте скажем. Памперсик нужно брать целую упаковку. Мы взяли с собой, получается, на 32 часа. 13 штук. 13 штук. Ну, по нашим расчетам должно было хватить. Остаться еще должно было. Да, я предполагала, что есть вероятность, конечно, всякая. Но мы вроде как постарались ее рассчитать. Нет, друзья, не хватило нам, к сожалению, 13 памперсов. Короче, вывод один. Заберите с собой обязательно памперсов в целую пачку. 74 штук. Мы приехали в парк. Парк в городе. Я живу в поселке, получается. А также у нас рядышком есть и город. И теперь как бы этот поселок объединили с городом. И мой поселок теперь просто считается микрорайоном этого города. И это прикольно, потому что здесь сейчас просто выстраивают какую-то новую суперкрутую систему экологичную. Здесь очень много всяких штук, типа не мусорить и так далее. И сейчас вам покажу тоже такое небольшое колесо фортуны, которое безумно интересно смотрится. Что ты можешь сделать для природы? Это типа крутишь, и тебе попадает. Например, для батарейки специальный контейнер. По-моему, но это реально очень круто. Палитра красок сквера. И вот у нас сейчас столько всего здесь такого, типа сортировки мусора, экологичной парки. Ну, это, конечно, заслуживает отдельного внимания. Честно, я восхищена, потому что когда я уезжала со своего поселка, там был просто лес. Вот прям без шуток, это был прям, знаете, лес. Лес, где половина дорог просто были вытоптаны, потому что там просто не было асфальта, чтобы пройти. А сейчас ты приезжаешь спустя много лет, понимаешь, что, вау, это один из немногих городов, которые расстраиваются. И маленьких городочков, но это дает надежду на то, что губернаторов классных будет в нашей стране еще больше. Тут вот такой мост и речка. Вообще поселок здесь все, в принципе, построено на болоте, поэтому вы можете заметить много реально песка. То есть вот как бы здесь очень даже виднеется. Цемик, нравится тебе, да, парки? Правда, мошки здесь, с учетом того, что здесь как бы все построено на болоте, просто невероятное количество, особенно летом. А сейчас какое-то бабье лето пришло, и за Валерой особенно гонятся. Говори что-то. Говори что-то? Ну да. Лера кормит Саймона, посмотрите. Она сказала, что так говорит. Вы можете посмотреть на Саймона через стакан. На дедушку может посмотреть. Вот как Лера кушает. Давай, через стакан. Вот. У нас тут баранина по-французски я ее называю, но вроде как нет. Ролы еще, и еще мы съели пиццу. Нормально, в общем, покушали, Саймон пьет водичку, кушает пасту, и тоже чуть поел пиццу. Лера милая, папа строгий. А уже нет. Мы собрались снова с нашей прекраснейшей семьей у ребят дома. Вот их домик такой красивенький. И вот их песик, посмотрите. Привет. А Сэмик уснул у нас, и мы его вот туда вот просто поселили. Так прикольно, что здесь есть горка. Вообще, как классно иметь свой дом. Я помню, когда смотрю на ребят, я всегда думаю о том, что... Блин, я тоже хочу. Здесь мясо буду делать. Вот тут вот. Ну вот и все. Мы попрощались, да, с мной? Пока-пока-пока, Пурпе. И поехали в наш суетной Екатеринбург. Да, Пус?